МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире ток-шоу «Прямой разговор». В студии с вами ближайший час я, Сергей Мазанов. Волгоградская область взяла шефство над станично-луганским районом Луганской Народной Республики. 28 июня было подписано соглашение об этом. Что сделано за этот месяц, что запланировано сделать, об этом мы поговорим сегодня с нашими экспертами. Директор регионального информационно-аналитического центра Сергей Басалаев буквально несколько часов назад вернулся из служебной командировки в станично-луганский район. Сергей, что происходит там сейчас, через месяц после того, как было подписано, наверное, я не побоюсь этого слова, историческое соглашение между Волгоградом и станично-луганским районом? Добрый день. Ну, на самом деле, иначе как движение тотальное, это не назовешь, потому что район превратился в большой кипящий муравейник. Сергей, ты был там до этого, до подписания на территорию района? Ну, я приехал туда 25 июня, 28 было подписано соглашение. Все было спокойно? Ну, не то чтобы спокойно, тем не менее, там уже действовали наши ребята, которые помогали администрации района разбираться с снова поступившими проблемами, ситуацией. Потому что, сами понимаете, до 24 февраля это была территория, в основном территория Украины. Поэтому пришла новая власть, новые документы, новые требования. Все это надо создавать заново. Ну, я так понимаю, что в основном помощь, которую регион планирует, ну, я просто честно говоря, я не читал это соглашение, я не знаю даже, где его найти. Я так понимаю, что у тебя доступа больше к информации, ты знаешь, что по этому соглашению мы делаем там, на территории этого района. Ну, первоначальное соглашение рассчитано на три года. В этом году планировалось сделать 56 объектов. Это 8 дорог в трех населенных пунктах. Мы их строим заново или мы их восстанавливаем после событий, которые там шли 8 лет? По этому поводу я могу сказать так. Буквально сегодня перед выездом заехали на рынок, где только что закатали дорогу новую совершенно. И я спросил у местных жителей, как вам отремонтированная дорога. На что мне ответили, вы не отремонтировали, вы просто сделали. Раньше и здесь не было. Вот, поэтому, на самом деле, ну, дороги, конечно, были, но все вот эти 8 лет, даже в ближайшее достаточно долгое время, они не ремонтировались, находились в ужасном состоянии. Поэтому 8 дорог именно такого, даже, можно сказать, республиканского значения, были отремонтированы. Пока 4 только отремонтированы. А уже отремонтированы. 4 уже отремонтированы, да. 2 в селе Валуйское, 2 дороги непосредственно в станицу Луганской, еще 2 дороги уже начали делать в станицу Луганской, и 2 дороги в селе Петровка. Помимо этого, конечно, уже всем жителям городской области, наверное, известно о том, что действует медицинский поезд. Ребята пошли уже на второй заход. Сначала приехала одна бригада врачей, приехали изначально на неделю, потом остались еще на одну, потому что местные жители просто идут, идут и идут, говорят огромное спасибо. Даже не тут шоколадки. То есть за 8 лет, как я понимаю, там была разрушена система здравоохранения, наверное, вообще, да? От слова совсем. Что такое маммограф, там даже не знали. Его и в Советском Союзе не было, и все эти годы Украины маммограф не был известен никому в станицу Луганскому районе. Врачи приехали, я читал, что вот за эти 2 недели первая часть врачей, которая приехала на эту территорию, успела принять 9 тысяч пациентов, то есть жителей только одного района. Правильные у меня цифры? Ну, скажу, что примерно да. Ну, про врачей, раз уж мы отвлеклись, давай поговорим, да? А с какими в основном проблемами идут? Ну, то есть это же не плановый прием, не просто интересно посмотреть, ух ты, врачи, да? У нас их не было. Нет, ну это в основном туда приехать для диспансеризации. То есть смотреть, что как в первую очередь работает флюорограф, потому что... Обследование в основном, да? Обследование, да. Пока первичное обследование, потому что, сами понимаете, дальше уже будет... Давать рекомендации будут местные врачи, потому что все эти данные, естественно, мы передаем в местную центральную районную больницу. 56 объектов. Это 56 дорог или что-то еще? Нет. Насколько я понимаю, я смотрел видео оттуда, это там очень много разрушенных объектов. Дорог 8, ну не то, чтобы я сказал, что сильно разрушенных. Основными, конечно, объектами являются школы и детские сады, потому что они находятся очень часто в печальном состоянии. Один из садиков, известный на весь мир, это тот, куда прилетел снаряд с украинской стороны. Сказка, да? Детский сад Сказка, да, станица Луганской. Рядышком прилетела мина. Сейчас очень много делается для его восстановления. Дыру залатали, установили водоотливные сооружения, вот это все это. Привезли сейчас малоархитектурные формы, внутри делается ремонт, восстановили стеклопакеты на окнах, потому что они все были выбиты практически. Сергей, ну я вот, наверное, прерву. Я буквально сегодня готовлюсь к программам, и те гости, которые по разным причинам не могут прийти ко мне в студию. Вот один из гостей, который сегодня планировался у меня в студии, но он как раз сегодня находится на территории Станично-Луганского района, в Луганской республике. Депутат Государственной Думы, их там два депутата от нашего региона, которые туда ездят и оказывают там помощь на месте, Андрей Гимбатов и Виталий Лихачев, они прислали мне видео, как раз вот в подтверждение, наверное, твоих слов. Давайте я предлагаю посмотреть это видео, и дальше уже продолжить разговор. Я попрошу редакторов включить. Сейчас на объекте капитальный ремонт школы. Прошли, пообщались с подрядчиками, работа кипит. Все, дело спорится, техника работает, люди работают. Срок объект будет сдан. 1 сентября школа будет готова принять учеников. Это уже ремонтно-остановительный, да? Этот садик, на самом деле, известен на весь мир. Сюда был произведен выстрел с украинской стороны. Попадание было в садик первый этаж. Дети находились на втором этаже. Чудом просто. С детей никто не пострадал, хотя с персонала люди пострадали. Сюда через 20 минут приехали сады СНР и так далее, различной буржуйской компании, которые подняли шорох, что это выстрел был с российской стороны. Мы четко совершенно видим в траектории выстрела сегодня. Здесь наши волгоградские ребята делают реконструкцию этого садика. Ремонт, благоустройство. То есть приводят ко всем санитарным, современным, нашим российским новым. Я исполняющий оборудователь директора СНР в Луганской средней школы Ивановича Мороза Селани-Проводки. В данный момент, благодаря помощи благоградских специалистов, у нас заказывается ремонт спортивного зала, замена канализацией. Также нам уже сделали фасад в школу. Выражаем ровную благодарность Волгоградской области и специалистам, которые оказывают нам помощь. Ну вот, буквально сегодня оно было записано. У меня сразу вопрос. Директор школы, благодаря Волгоградской области, люди вот на рынке, я понимаю, вы заезжали там, наверное, и продукты какие-то, покупаете в командировке и все. А как воспринимают русских, вот эту помощь, как там на месте это принимается? Ну, вы знаете, подавляющее большинство, конечно, настроено очень положительно. И всегда помогут, всегда можно обратиться и с улыбками, благодарят. Ну, есть, конечно, но я думаю, в любом, даже в населенном пункте у нас, в Волгоградской области, есть люди, которые, как говорится, баба-яга против. Вот, поэтому здесь, тем не менее, лично я не встречался ни с каким проявлением негатива. Вот у меня на моем пути этого не было. Хотя я объездил уже практически весь район, даже самые дальние точки, куда редко туда едет, именно потому, что там из дорог только направление. Большая территория района? Ну, вот, грубо говоря, в сравнении, я не знаю, с нашей областью. Ну, территория достаточно большая. То есть, ну, это в основном, я так понимаю, сельскохозяйственный район? Да. Ну, если судить по тем временам, которые были раньше, там было, по-моему, 18 сельских поселений. Спасибо, Сергей. Мы обязательно еще вернемся в разговоре. Казбек Фарниев, руководитель Дома дружбы. Казбек, ты неоднократно бывал, ну, наверное, не в командировках, а сразу в Мизин. Ну, если я ошибаюсь, ты меня поправишь. Как вас там встречают? Ты возишь туда гуманитарную помощь, которую собирают общины, не общины, партии. Ну, про партии мы дальше поговорим, другие организации. Такая групповая большая помощь. Как там встречают? И что в эту гуманитарную помощь включено? Потому что, ну, мы неоднократно ее и помогали собирать, и провожали этот транспорт, ну, короткие. Что там? Ну, на самом деле, встречают очень позитивно, как Сергей подметил. Я ни одного человека не видел, который бы что-то сказал бы негативное. А, ну, как бы, отвозим туда не только наши общины. И наш союз женщин помогает очень хорошо. Народный фронт, партия «Единой России», потому что в Луганск мы привезли вот две недели назад 120 тонн гуманитарной помощи именно в Центр распределения, ну, где как бы «Единой России» создал этот Центр. Поэтому про партии тоже можно говорить, и только как бы позитивно. Если они делают, я тоже не могу сказать про них плохое, если они делают хорошее, понимаете? Поэтому они, как бы, на самом деле, очень сильно помогают людям. И многие даже, вот, там, батюшки с нами были, там, ну, как бы, по гуманитарной помощи, когда мы там разогну, ну, сдавали. И вас уже узнают, что вы хотите знакомства с ними. Что в этой гуманитарной помощи? Гуманитарной помощи, вот, ну, как бы, то, что мы с Волгограда везли, вот, последний раз. Ну, конкретно, да, последний раз. Вот, последний раз мы в Станицу Луганскую привезли, ну, в Станицу Луганскую нашу, привезли мы портфели для детей, чтобы они в первый класс пошли, с наборами для первоклассников. И плюс еще, помимо этих портфелей, еще им дали, ну, другие, чтобы, как бы, еще раз дать. Ну, где-то 350, вот, портфелей мы им вручили. И когда мы их вручали, вот, последний раз, общались с детьми, родители спросили, в чем у вас есть проблемы, и вот они попросили, как бы, русскую литературу. Вот это была, как бы, ихняя просьба. Даже в их телеграм-каналах было написано, что мы им пообещали привезти, как бы, русские книги. Вот это, как бы, у них большая просьба. И вот, Бог даст, мы, я думаю, через две недели также поедем, привезем, потому что слово свое держать мы должны. А на сегодняшний день, даже вот сегодня уже наша епархия волгоградская через Народный фронт обратилась с помощью доставить в детский дом, ну, как бы, там, игрушки, да, игрушки, эти, подушки, там, ну, вот, всякое такое. И, а наша акция, которую, вот, мы ездили тоже в последний раз, афганская община нам давала, вот эти рюкзаки, и в этот раз они нам дают пять тысяч постельного белья. Это, как бы, тоже очень большой, да, очень большой объем комплектов. И много всего дают, как бы, не только наши волгоградские общины. Очень приятно то, что Москва, как бы, Федеральная агентство по делам национальности доверила нашему Дому дружбы собирать гуманитарную помощь, и они нам со всех регионов отправляют в Волгоград, а мы у нас в помещении Дома дружбы, его фасуем, продуктовые наборы делаем. Вот, когда мы сейчас были, последний раз ездили, просто в Станично-Луганск мы хотели дать продуктовые наборы, но замглавы района и глава района на самом деле очень рассудительные и правильные люди, и они попросили, чтобы мы это отвезли, как бы, где, ну... Не в самой, не в центре. Да, не в центр, а именно где идут боевые действия, чтобы там, где люди нуждаются в этом. Это на самом деле очень, как бы, позиционирует именно то население, которое там проживает, что они такие, ну, правильные. И вот эти наборы, и ту помощь, которая нужна была, мы ее привезли в Лисичанск. И его как раз только освободили, и вот мы на следующий день зашли туда. С нами приехал федеральный министр по делам национальности и три депутата Государственной Думы, российский министр. Это тоже, на самом деле, для региональной общественной организации привезти туда, как бы, федерального руководителя, это, на самом деле, тоже не такой, как бы, легкий вопрос, но это, на самом деле, наша область, как я всегда говорю, что она самая национальная, и мы в России, я думаю, наш, вот, как бы, регион, самый такой, город дружбы, я его всегда называю Волгоград, город дружбы, где бы мы ни были, вот мы ездили вместе, и с Сергеем, и мы как раз, только у нас весь разговор, когда мы были в Донецке, что Волгоград это номер один, мы самые дружные, и мы, на самом деле, у нас другого, как бы, ну, и нету, ну, как бы, выхода по-другому себя вести, потому что за нами Сталинград. В чем еще нуждаются люди? Мы обязательно об этом поговорим, ну, вот, про дружбу, про национальность, в чем еще там нуждаются люди? Это вот непростой вопрос. Ну, нуждаются люди, прежде всего, и что они просят, они хотят референдум. Я имею в виду из гуманитарной какой-то помощи. Из гуманитарной помощи. Тут вот Сергей, да, хочет, наверное, еще ответить, он вернулся, да? Ну, Ваня. Не, я не могу сказать, не то чтобы, не скажем ни про гуманитарную помощь, люди сейчас нуждаются в информации, в первую очередь, потому что были нарушены все вот эти вот связи, телевидение, интернет, газет там нет, выходят две газеты республиканские, кое-как туда их доставляют, но связь еще не налажена. Почтовое отделение закрыто, хотя вот буквально на днях было отделение, одно почта открыто. Поэтому нужна сейчас информация, доносить, доносить и доносить до людей, что же делается в районе, что же делается в ЛНР. Поэтому я так тоже там открыл специальный телеграм-канал, туда присоединяются люди все больше и больше, где рассказываю, в том числе и о работе волгоградских специалистов на территории района. Сергей, ну после эфира я обязательно передам нашу программу, то, что мы здесь обсуждали, наверное... Я передам на республиканской телевидении. Спасибо. У нас еще... Я добавлю, извиняюсь. Потому что то, что люди просили, надо как бы все равно тоже сказать. Обязательно. Да. Вот они просили казачьи коллективы привезти. От нас туда. От нас туда. Потому что это казачий край, этот решается вопрос. И вот вчера тоже как бы, ну общались тоже с нашим председателем комитета по делу национальности. И как бы вот попросили, что вот мы готовы ну отвезти туда какие-то коллективы наши национальные, казачьи, когда будет у них день района, вот как бы сделать большой праздник. Вот они хотят вот именно потому, что... Ну люди устали от 8 лет этого. Да, у них исторически до 8 лет, когда они там были, и они рассказывали, что у них вот именно как бы вот этот станично-луганский район, он всегда лидировал именно в таком казачьем фестивале. А вот за время как бы вот того, что там находилось 8 лет Украины, они это вот как бы упустили. Поэтому вот они хотят восстановить казачьи фестивали. А мы как казачий край, поэтому мы им в этом плане поможем. Да, это не самое сложное, что можно сделать. У нас в гостях руководитель, мы уже не раз за программу называли эту организацию, руководитель исполкома регионального отделения общероссийского народного фронта в нашем регионе, Ирина Шарипова. Ирина, у меня вопрос сразу о гуманитарной помощи, которую отвозят ребята. Вы, я знаю, наверное, отвозили, я не знаю точно, вы лично, да? Да, лично отвозила, да. Но в Донецкую народную республику, но в Азовский район. Да, главное туда. А как она здесь формируется? Вот, наверное, это, вот я спрашиваю у них, почему, что там требуется. А дальше я хочу узнать, откуда она берется. Вот, раз уж мы говорим про помощь, как она здесь формируется? В первую очередь, конечно, это члены штаба народного фронта, наши активисты, эксперты. Это простые граждане, жители нашей с вами Волгоградской области, которые приносят практически ежедневно продукты питания, там, длительного хранения, постельное белье, одежду, средства гигиены, медикаменты. И вот капля за каплей, да, формируется, может быть, такой, не знаю, такой, в ручеек. Ручеек формирует вот такую большую полноводную реку, которая оправляется вот такими вот фурами, караванами, фурами, гуманитарной помощи туда, на территорию Донецкой народной республики, на территорию Луганской народной республики. И эта помощь, вот, да, Казбе Георгий сказал, она, ну, действительно, она очень востребована, она очень необходима. Люди ее воспринимают с огромной благодарностью. Конечно, ну, это всегда очень приятно слышать, вот этот вот, да, человеческий отклик. И тем людям, которые здесь это формировали, которые здесь собирали, которые принесли там свою частичку души и сердца, это тоже очень... Как вы эту коммуникацию наладили? Вот между теми и... Конечно, ну, для нас, наверное, это была основной задача, чтобы люди, находящиеся на той территории, на территории Донбасса, и люди, которые находятся здесь, на территории Волгоградской области, да и, наверное, по всей России, понимали, что мы рядом, мы своих не бросаем. Ну, и вот это, наверное, заложено в нашем генетическом коде, что это взаимопомощь, да, что вот это добрососедство. Ведь Россия многонациональная страна, и мы же не только говорим, что вот мы, россияне, это действительно все нации, которые проживают здесь, и которые готовы, ну, всем, чем могут, помочь жителям Донбасса, мирным жителям Донбасса. Но теперь уже вот скажу, да, и непосредственно про свою организацию. Ну, мне хотелось бы узнать, да, я так понял, что УНФ в Волгоградской области совместно там с теми организациями, которые в него входят, стал таким главным, наверное, центром по гуманитарной помощи. Или я ошибаюсь? Одним из главных. Вы совершенно правы. С первых дней проведения специальной военной операции мы помогаем и вынужденным, скажем так, переселенцам, беженцам, прибывшим на нашу территорию, которые размещены в пунктах временного размещения, которые находятся на, ну, проезжают в домах, квартирах, у родственников, у друзей и так далее. Они также приходят на штаб, также формируется помощь, вот это, о которой я говорила. В пунктах временного размещения мы старались проводить такие, я не знаю, там, мастер-классы, организовывать досуг для детей. Я даже больше скажу, ко мне неоднократно обращались в моих соцсетях, писали, задавали вопросы. А мы умеем там петь, мы умеем танцевать, мы умеем что-то делать руками, а можно мы проведем какие-то уроки вот для беженцев. Ну, беженцы, наверное, статус, а вынужденные переселенцы. Да, ну, можно сказать, вынужденные переселенцы, да, скорее всего правильно назвать, да, Сергей. И мне кажется, у них очень такая богатая досуговая программа, благодаря вам. Богатая, да. И, конечно, наша область в этом плане, ну, и администрации, надо сказать, огромное спасибо, и тем волонтерским, молодежным организациям, которые вовлечены в этот процесс. И ведь дети сейчас вот находятся и в детских оздоровительных лагерях, да, ну, больше их части, во всяком случае. Вот. Ну, мы проводили в одной из, в одном из пунктов время развлечения мероприятия, как раз в этот день, дети, для которых мы это проводили, они уже практически на чемоданах сидели, ехать в лагерь, они так этому радовались. Это я просто из своих, как бы, личных ощущений. Ну, да, ну, просто, если вы понимаете эти эмоции, когда ты видишь эти горящие глаза, ну, это, ну, ни с чем не сравнить. Однозначно. Буквально, да, вот тоже там с уполномоченным по правам ребенка в Лагоградской области провели и с администрацией Дубовского района в Дубовском ПВР провели, ну, ПВР, как бы, временного размещения, да, провели такое вот тоже продавцовое мероприятие для детей. У меня, смотрите, сразу вопрос перед тем, как мы уйдем на короткую рекламную паузу. Я все-таки хотел бы, ну, то есть желание у людей есть, они изыскивают возможности, они видят, это мы сейчас с вами субъективно, потому что я еще пару каверзных вопросов заготовил. Я хотел бы просто, да, сейчас объяснить, вот они видят, что я там в соцсетях, что я имею какое-то отношение к телевидению, спрашивают у меня. Я уверен, что у моих коллег там на других каналах, у моих коллег-журналистов такие же вопросы тоже сыпятся. Порой даже некоторые не знают, куда их переадресовать. Я просто хочу, чтобы вы сказали какие-то контакты вашего штаба. Конечно. Здесь вот прям можно в камеру, можно мне. Мы говорим практически, да, на каждом, в каждом средстве массовой информации, во всяком случае стараемся это делать. Это региональный штаб Общероссийского народного фронта Волгоградской области. Мы находимся по адресу улицы Коммунистическая, дом 6. Наш номер телефона 33 29 73. И с 10 до 6 мы принимаем гуманитарную помощь для вынужденных переселенцев, для воинов Донбасса и для мирных жителей Донецка и Луганско-народных республик. Ну, я так думаю, где-то на ваших сайтах есть перечень того, что можно, что не рекомендуется, а что лучше. Конечно. Ну, уже знаете, надо, наверное, отдать должное жителям нашей Волгоградской области. Они уже сами знают, что конкретно принести. Уже настолько это вот такая, может быть, хорошая привычка выработанная. Ну, давайте сейчас прервемся на короткую рекламную паузу. Дальше продолжим разговор о том, что больше всего несут, что можно, и, наверное, самое важное, что нельзя. Буквально две минуты, и мы снова вернемся к прямому разговору. Оставайтесь с нами. Спасибо. Окунись в освежающий бассейн, отдохни в русской бане, загорай на шезлонге. И это все за 500 рублей на весь день. Жукова 71. Звони 50 08 38. Это Папа Виталик. Он не любит, когда прерывается решающий матч. Когда надо постоянно перезагружать роутер, Папа Виталик любит. Стабильный интернет и проверенные роутеры. Поэтому дома у него Домру. Центр челюстно-лицевой хирургии «Лазурь» это опытные челюстно-лицевые хирурги. Операционная с современным оборудованием. Томограф высокой четкости. И, конечно, анестезиологическая служба. Проводим коррекцию рубцов, лечение фурункулов и абсцессов, репозицию костей носа и многое другое. Мы оказываем первую помощь при травмах лица, при переломах и вывихе челюстей, а также удаляем доброкачественное новообразование на коже и слезистый полис циртам. Запишите наш номер 3-3-3-8-ки сейчас, чтобы позвонить, когда это будет необходимо. Хотите быть стильными и красивыми? Салон «Формула красоты» ждет вас и предлагает уютный парикмахерский зал, маникюрные и косметологические кабинеты, вертикальный солярий. Редактор субтитров А.Семкин Мы продолжаем прямой разговор, говорим о гуманитарной помощи, о восстановлении станично-луганского района Луганской народной республики. Ирина Шарипова, руководитель исполкома УНЭ в Волгоградской области, закончили мы перед рекламой на том, что можно, что нельзя приносить, и что, наверное, мне интересно, а что точно нельзя. Есть какой-то перечень? Однозначно нельзя скоропортящиеся продукты, это только продукты длительного хранения и в индивидуальной упаковке, но это желательно, это наши пожелания, да это, в принципе, даже не только наши пожелания, это требования Роспотребнадзора. Естественно, если это медикаменты, то они должны иметь определенный срок годности. И надо сертифицированы как-то быть? Медикаменты, да. Все медикаменты, которые мы передавали в пункты временного размещения, мы брали соответствующие сертификаты, соответствующие сертификаты качества и тому подобное. Есть какие-то, ну, наверное, уже вот, гуманитарная помощь не первый месяц отправляется, это мы восстанавливаем вместе. Есть, наверное, какие-то уже у вас постоянные, скажем так, посетители, кто приносит регулярно эту помощь, какая-то категория людей. Можно такой выбор сделать? Это организации, различные организации, которые находятся на территории нашей области. Могу перечислить и сказать всем огромное-огромное человеческое спасибо, ну, в первую очередь, конечно, жителям Волгоградской области. Ну, все, все жители, я буквально на днях прочитал, что собрали одна организация в Волгоград. Волгоград, да, это федеральная, да, статистическая. Собрала 100 тысяч рублей деньгами. Да, и мы же сразу осуществили, по сути, перевод этих денежных средств на счет фонда. Помимо того, что Народный фронт собирает гуманитарную помощь, Народный фронт, находясь на той территории, видя, что происходит, мы стараемся быть там, где эта помощь необходима и делать то, что необходимо. И мы запустили проект, который называется «Все для победы». Это помощь военнослужащим Донбасса, Народной милиции Луганской Народной Республики, ну и, естественно, мирным жителям. Конечно же, эту помощь можно оказать путем перечисления денежных средств, можно закупить то, что там указано на сайте победа.онф.ру. Это и амундирование, опять те же медикаменты, это тактические аптечки, это квадрокоптеры, это и санитарные машины. И мы уже несколько таких конвоев, несколько вот таких вот партий уже отправили. И вот то, что вы сказали, Сергей, вчера наш территориальный орган федеральной статистики, Волгоградстат назовем, да, их может быть так, практически у нас в штабе осуществили перевод денежных средств, которые собрали сотрудники Волгоградстата. И еще они принесли нам в штаб для передачи бойцам Донбасса детские рисунки, которые нарисовали дети, работников Волгоградстата, письма, адресованные бойцам. И вот мы вчера даже буквально перелистывая, читая, просто такие просто мурашки вообще. Я просто на самом деле сейчас расскажу зрителям такую подробность. Вот прям буквально перед эфиром, пока я готовился, гости стояли, общались, я краем уха слышал, как Ирина попросила Казбека в его ближайшую поездку, я так понимаю, да, или Сергея, который вернется в командировку. Да, Сергей Васечка, да, кто будет? Да, эти, эти, то есть, понимая, что вы поедете там в сентябре. Мы поедем, да, немножечко позже, когда, да. То есть пытаются это передать, потому что это, наверное, сейчас очень актуально. Заберете? Я просто конец вашей беседы не услышал, бегал, кружился, да? Какой был итог этой просьбы? Итог был такой, этой просьбы. Кто раньше из вас поедет? Сергей Владимирович поедет. Да, тогда дай Сергею микрофон, и давайте договоритесь, тогда уже при зрителях об этой, ну, я так думаю, что очень важной. Да, это, 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 это вот несколько конвертов рисунков, детских рисунков. Я вот еще раз повторюсь, не прочитаешь и не посмотришь без слез и мурашек пробегающих по телу. Это такие проникновенные письма, которые пишут дети от 4 до 14 лет. Вот, да, вот даже вот такой акцент, наверное, я сделаю. Дети 4 лет пишут письма. И мы, когда общаясь, спрашивали у них, ну, это под диктовку родителей, наверное, таким образом написаны письма. Они говорят, нет, вот мы ручаемся за своих детей, за детей своих сотрудников. И действительно, они все слышат, они видят, что происходит там, как бы в мире, да, что, какие разговоры ведутся в семье. И это вот их получается такой вот детский порыв, вот таким образом свое, не знаю, участие, наверное, проявить. Сергей, надо вам слово, да. Вот просьба, просьба. Я слышал только просьбу. Ответ не слышал. Я по своему опыту могу сказать, что это действительно надо. Сам знаю, что это такое, получать такие письма в таком месте. Поэтому, да, надеюсь, либо 2-го, либо 3-го числа я уже вернусь обратно. Там уже скучают по мне, не успел я уехать. Обязательно возьму и обязательно передам по назначению, чтобы письма дошли до тех ребят, которым это важно увидеть, прочитать и знать, что мы их здесь все поддерживаем и ждем живыми и невредимыми. Ждем живыми. Это однозначно, потому что в каждом письме практически ребята, мы вас ждем обратно. Ребята, мы вас победой ждем домой. У нас еще один гость в студии. Мы очень много с этим человеком общались за рамками эфира. И Роман очень эмоционально рассказывал о своей поездке на территорию Донбасса. Роман Патоловский, депутат Волгоградской городской думы, один из первых, ну, может быть, не самый первый, но в числе первых из присутствующих. В общем, я тоже поеду с вами обязательно в какой-то из разов, потому что здесь из нас пяти я один там не был. Ну, давай, наверное, расскажем зрителям все, что ты мне рассказывал, когда мы общались о твоей поездке, которая была, наверное, одна из первых, когда в гостиницу, где вы жили, ну, правда, не в момент, когда вас попадали, тут немножко, да, вот той части, про которую обычно, наверное, не принято говорить, да, мы сейчас стараемся говорить, ну, что там страшно, и на самом деле восемь лет, как эти люди там выжили, вот что было во время твоей поездки туда? Да, именно вот с коллегами, когда мы первый раз поехали, с Сергеем, с Казбегом, вот, и еще тоже с нашими волгоградскими ребятами, с Князевым, директором МТВ. Знаете, когда мы туда приехали, я, ну, даже не мог представить, и мы тоже не могли представить, какие там люди. Это люди особого характера, все-таки Донбасс – это промышленный центр, и те люди с особым стержнем, характером, это патриоты до глубины души, именно они поразили тем, как они любят свою родину, они поразили тем, что, несмотря ни на что, несмотря на обстрелы, притеснения со стороны украинской власти, они не бросили дома, они остались здесь. Когда мы были в Мариуполе, несмотря на то, то, что Мариуполя практически не было, особенно одну из его частей, несмотря на то, что в 7-8 лет над мариупольцами издевались, крали мужчин, красивых женщин, даже несмотря на то, что многие потеряли там свои земли, они остаются там, остаются в своем родном городе, и говорят, что останутся там навсегда, потому что туда пришла Россия. И они четко заявляют, что вы с нами, и мы с вами навсегда, несмотря на эти санкции, на то, что тучи сгущаются над Россией, говорят, мы будем с вами. И действительно, когда видишь этих патриотов, понимаешь, что не только мы нужны Донбассу, мы и они нужны нам, потому что люди с таким патриотическим настроем, они привнесут нам нечто большее, чего, наверное, не хватало после распада Великого Союза. Так как я, ну, как уже сказал, не был там, но я очень много общался с теми людьми, которые приехали еще до 24 февраля, вот эти вынужденные переселенцы. Первое, что меня поразило, мы встречали их с поезда, с первого поезда, который приезжал сюда, и многие, когда мы разговаривали с ними, говорили, а у нас там остались, у нас там остались мужья, у нас там остались отцы, ну, если там это были маленькие, мы общались на протяжении, ну, наверное, нескольких недель встречались там на разных мероприятиях, в пунктах временного содержания, мы, я сам лично записал, выкладывал видео, где они рассказывали и про эти 8 лет, и я попал в тот момент, когда вот началась специальная военная операция, и насколько изменился настрой, это были разные люди, но это был совершенно разный настрой, то есть до 24-го это была такая какая-то обреченность, после 24-го числа это была искренняя радость за то, что все, все свершилось, вот, ну, собственно говоря, то, про что все закончилось, и говорил, да, мы общались тоже с тобой по поводу гуманитарной помощи, вот, ну, наверное, и партия, которую ты представляешь в городской думе, собирает помощь и распределяет ее, как у вас этот процесс происходит, тоже какие-то организации, или это, ну, не знаю, какая-то там партийная десятина. Партия с первых дней начала военной специальной операции, партия «Одиная Россия», она поддерживает и вынужденных переселенцев, и поддерживает людей в местах размещения временного, и также поддерживает тех людей, которые уже находятся сейчас на освобожденных землях, то есть, и партия, она постоянно формирует грузы. Сейчас, например... Вы же это все совместно делаете, правильно я понимаю? То есть, не так, что вот это мы отвезли, а вот это вот это, это вот по-моему... У нас нет вот такого, что все разные отвозят, мы делаем единое дело, да, мы помогаем. Какие механизмы сбора... Это немного разные механизмы, да, мы вместе, то есть, у нас через партийных, да, например, берем, через простых волгоградцев, вот я, например, у себя на стене недавно в соцсетях запустил сбор, потому что все-таки тяжело кому-то приносить. Я запустил тем, что я лично приеду со своими помощниками, да, и заберу вас возле дома, но я не знал, что будет такой отклик, то есть и в Алжане, и по области, завтра в область идем, едем забирать, и в Кузмичи говорят, мы готовы вам передать там несколько десятков килограмм сахара, кто-то вермишель. Вот на данный момент мы где-то вот меньше, чем за неделю собрали около 200 килограммов там разных круп. Но это же действительно через соцсети, люди читают, понимают, что мы хотим, и с некоторой времени меняется уже восприятие и той подшефной области, которая у нас есть, они понимают, говорят, а мы, вы знаете, прочитали, а это оказывается классная область для нас, это станица Луганская, и ведь Донбасс, это не только промышленный район, это оказывается и сельскохозяйственные, там прекрасные земли. И как выяснили, казачий край. Да, говорит, это значит, что получается, что мы будем кушать фрукты, овощи из станицы Луганской, а там оказывается и хлеб испекут очень вкусный. И это недалеко. И это мы за, да, это прекрасный товар, а все знают, какое черноземье, да, поэтому они всегда за. И они понимают, что так же, как мы им нужны, и они нужны нам, потому что все-таки продуктовая безопасность в нынешних условиях, это очень важно. Все мы видим, как сейчас с Украины просто Европа вывозит зерно, да, а где она через порты не вывозит, она продавливает, старается увезти. Зачем это? Ну, давайте вспомним какой-нибудь 42-й год, и мы видим, да, Германия вывозит зерно с Украины. 42-й год, то же самое, то есть история повторяется. И когда многие говорят о непонимании того, что специальные военные операции, давайте заглянем в историю. И конец 30-х годов. Мы видели, как в 40-х годах объединялась армия европейская, и как она в 41-м зашла. Поэтому, кто прекрасно знает историю, никаких вопросов, таких не задает, а просто помогает. Помогает, вот сегодня мы получили около 10 звонков, да, и с нами уже договорились. Заберите у нас гуманитарную помощь. А вот, когда будет холл, а как же они будут одеваться в теплое? Мы готовы и уже сейчас начать заготавливать те продукты, и теплые вещи. То есть, люди это понимают, люди ценят ту помощь, которая... партия оказывает, которую мы оказывали. Ну, неважно, партия, ОНФ, Дом дружбы. То есть, важен был вот создание этого вот пункта. Просто на самом деле, вот в том же интернете, да, через который мы все так или иначе пересекаемся, бывает и второе мнение. А что, давайте нашим помогать. Нашим же тоже плохо. Вот я не знаю, может быть, прокомментирую. Ну, наши в смысле, жители наши, да, давайте мы где-то там им поможем, а вот кто нам поможет. Это постоянно у нас возникает. Вот два мнения, какое все-таки превалирует. Я думаю... И почему это происходит? Вот смотрите, мы же сейчас говорим о нашем генетическом коде, правильно? Ну, а именно о том, как бы, какие мы, ну, как мы делаем добро, правильно? Вот у нас исторически так связано, да, было. Человека дом сгорел, это погорелец. Все миром собирали, восстанавливали. Сегодня, как бы... Масштаб изменился. Масштаб, не то, что даже масштаб, а масштаб трагедии. Всегда, наверное, в этой деревне находился один, который говорил, ой, а что же мне не помогли, да, вот, наверное, аналогия очень... Ну, я думаю, Сергей о таких людях уже сказал, как он их обозвал, вернее, поэтому мы это уже поняли, но сам по себе формат, ну, не то, что формат, а вот наш русский мир, о котором весь мир говорит, он на самом деле другой. Я вам честно скажу, я был в Молдавии и открывал памятник советским войскам, и даже там люди говорят, что будущее у нас только как бы вот именно от русских, и в христианский форум ежегодно участвует тоже, и в Волгограде проводил, и был в Москве, и сербы приезжают постоянно, и сербы говорят, и другие даже, которые со всего мира приезжают, копты, все другие, они говорят, если не будет России, православия не будет в мире, поэтому правда, она за нами, понимаете, потому что у нас в России сама она суть, в этом и заключается, потому что весь мир сегодня, он просто с ума сходит. Вот мы когда были в Донецке, вот помните, когда это... Мы втроем вместе ездили, да? И когда это исполнительница, это исполнительница, как ее певица звали? Ну, которая там сидела, и она... Подскажи. Да, и она когда рассказывала, что им звонят известные мировые звезды, ну, певцы известные, нашим исполнителям российским, Кормухиной, да. Вот ей звонили и просят, говорит, там, Италию, говорит, или какие-то там страны, включите нас тоже в состав России, понимаете? На самом деле это смешно, но на самом деле так оно, как бы люди этого просят, и многие люди этого хотят, понимаете? И не просто так, я думаю, и Шойгу недавно сказал, что Советский Союз, как бы люди хотят, ну, как бы хотят объединения с Россией многие страны, понимаете? Даже африканские страны, я был в Мали, даже отношения к русским, тоже очень... Расскажи, мне кажется, просто сказать, где ты не был еще. География, причините, когда ты приходишь ко мне на программу, я сразу вспоминаю уроки географии в школе. Вот честно. Это все интересы. Сегодня это, как бы, знаете, это страны, которые с... Вот суть в чем заключается, да, вот сегодня, африканских стран, арабского мира, они все... Слушай, ну, вот сразу, наверное... Я просто сейчас к чему, я говорю, просто к чему я говорю, это все люди, которые с традиционными ценностями, они хотят восстановления традиций, чтобы у каждого народа, чтобы, знаете, какая ситуация, я не говорю о этих, как бы, ну, о нетрадиционных мыслях даже, а о том, чтобы сохранить даже свою национальную идентичность, понимаете? Ее сохранить дают только страны, которые с традиционными ценностями. Другие страны, они не дают этого сохранять, они только американцы, понимаете? Ну, мне кажется, они только разрушают. У меня сразу вопрос, вот мы заговорили, ну, это, наверное, ко всем вопросам, не убирай микрофон к тебе в первую очередь, раз ты заговорил про советские ценности, про то, что надо возвращать, присоединять и так далее. Вопрос такой, ну, вот, когда строили БАМ, когда строили там всякие ГЭС, когда даже вот наш Волгодонской канал, который на этой неделе 70-летие отметил, всегда собирались строи отряды, вот БАМ строили студенты. Роман, ты доцент вуза, одного из Волгоградских вузов, там, ты очень много работаешь со студентами по роду деятельности Дома дружбы, я так понимаю, что Ирина и Сергей поменьше студентами, поэтому я вот попытаюсь... У них хорошая молодежь. Ну, значит, присоединитесь сейчас. Да, сейчас Роман ответит. Так, может быть, давайте починь такой, как это вот, опять-таки, слово из прошлого организуем. Вот это какой-нибудь соберем сейчас в лето, у всех камикулы. Есть у вас строительный отряд, который бы туда поехал и помог строителям, профессионалам там на каких-то эти... Да, ну... Вот, но в Госдуму недавно законопроект зашел, мы же должны все-таки законодательно защитить тех, кто туда едет. Если я захочу сам поехать. Компенсациям. Если как доброволец... Вот просто Сергей сказал, там телевидение разрушено. Ну, не показывай, да? Я вот захочу туда поехать добровольцем. Мне для этого что надо сделать? Ну, это ко всем вопрос. Ну, помимо того, что с Сергеем поехать, вы можете, конечно, поехать. У нас нет вышки, все отлично, кабель... Мы говорим просто о студентах, за которых ответственность несет все-таки ВУЗ. То есть есть определенные моменты законные, да? Чтобы вот... Ну, малые там, кирпич на ногу упадет, уже все равно страховой своеобразный случай, да? Когда это все будет уже узаконено, без проблем. Потому что очень... Да, очень много. Очень много. И есть, и молодая гвардия, вот партийная их молодая ячейка, они на самом деле формируют волонтеров, и с молодой гвардией очень много волонтеров с России едут туда, которые желающие, они вступают, едут, и они оказывают там гуманитарную помощь, раздают ее в центрах распределения. Это как бы существует, оно есть, и эти ряды пополняются, и все больше и больше. И на самом деле даже само название молодой гвардии, и вот с молодыми ребятами, которые сегодня там работают, есть связь поколений. Есть связь поколений, да, и сегодня... С той молодой гвардией, которая была в 20-е годы. Вот знаете, с той молодой гвардией чуть-чуть нету связи, но я бы хотел, чтобы она была связь, понимаете? Потому что эту связь я знаете, где увидел? В Донецке только. Потому что, вот Роман правильно подметил, что люди, которые там живут, это на самом деле, вот я даже так считаю, что они даже больше русские, чем, ну, вот даже мы где-то, понимаете? Они более такие, знаете, какие-то чистые, более, я не знаю, не испорченные, вот, понимаете? Они и есть русские. Это исконно русская территория, да. Вот к чему говорю. Вот смотрите, вот они, ребята, да, которым по 18 лет, которые разоблачают фейки, они живут только этой идеей с утра до вечера. Вот это как раз именно та молодая гвардия, о которой вы сказали 20-х годов. Вот это вот, они, эти ребята, они и есть молодая гвардия. Понимаете, когда ты на посту проезжаешь, и там стоит парень, которому 14 лет, там, или 13 лет, я ему задаю тебе сколько лет, он говорит, а сколько надо? Ну, столько и будет. Понимаете? Поэтому ребята там, которые находятся, и которые живут, которые, ну, не уехали как беженцы, а которые выполняют там свой толк какой-то там, патриотический, вот эти ребята, очень крутые ребята, потому что, вот, и Сергей, тебе хотел большое спасибо сказать, потому что я ни в одном эфире еще не видел, чтобы предпринимателей хвалили. Вот Ирине тоже большое спасибо, потому что предпринимателей, когда мы встречались в Донецке последний раз, вот тоже те же самые слова благодарности, я сказал Пушилину, потому что, кто с нами были, все постоянно, каждую минуту, волонтеры, волонтеры, волонтеры. Я говорю, ну, почему мы не говорим спасибо тем, которые предприятия, которые помогают? И Пушилин, он, здесь не предприятие. Смотрите, Пушилин повторил, раз в 200 своих друзей, которые ему помогают, матрасы покупают, то, то, и он им говорит слова благодарности. И я вот вам честно скажу, вот у вас даже сейчас передача, там был этот, Пересвет Юг, да, парень молодой, директор этого предприятия, он помог нашей Волгоградской области с обманными дольщиками, правильно? Сегодня он поехал, восстанавливает школу, и вот этот садик, про который вы сказали, он тоже его восстанавливает, как бы я с ним на связи, как бы он вот эмоционально это все воспринимает, понимаете, и коллектив, который его работает, они его тоже воспринимают именно так, потому что я знаю сейчас проблему, многие предприятия боятся ехать туда работать, а наши волгоградские предприниматели поехали без страха, и сотрудники готовы ехать даже в том количестве, но он их не пускает в том плане, чтобы дать рабочие места местным, даже вот мы до такой степени, как бы, ну стараемся поддерживать, да, он говорит, я беру просто тех специалистов, как бы, которые... ну давай Сергею передадим еще пару вопросов, как там, ну вот из всех... Я еще раз извиняюсь, не забрать на него микрофон, смотрите, вы же... Предпринимательское сообщество, да, тоже готово, готово много добавить, действительно. Я хотел сказать Сергею спасибо, потому что ты сказал про информацию, на самом деле надо друг другу говорить спасибо, потому что Сергей реально молодец и красавчик, он находится там уже долгое время, я вот и хотел у него спросить, потому что мы-то отсюда смотрим, мы-то отсюда смотрим с одной страны, вроде мы молодцы, помогаем. Я вот вопрос Сергею, вот буквально пять минут до конца эфира, Сергей, там эта помощь востребована, вот эти волонтеры, которые, они там есть, вот и ты там живешь, по сути, ты в длительной командировке уже больше месяца, ты видишь все со стороны стой, а вот то, что делают жители Волгограда, предприниматели, это коллективы, вот такие, которые пишут романы в социальных сетях, там это востребовано? Я скажу так, они боятся, что мы оттуда уйдем. А мы? А у нас как минимум на три года соглашение, Андрея Ивановича мы подвести никак не можем, поэтому даже на совещании у главы ЛНР всегда в первую очередь говорится про Сланично-Луганский район и про то, как волгоградцы, какую огромную помощь оказывают районы, сколько много уже всего сделано, ну это на самом деле так, потому что я сам выезжаю все объекты, все это вижу. Кроме школ, детских садов, дорог, ну как бы основные объекты, я так понимаю, больницы, по-своему дали. Натянуто уже 15 километров электросетей, представляете, освещено это. Газопроводы нарушены были. Газопроводом мы не занимаемся. Дю США давно все прогнилось, сейчас ремонтируют. Культура. Я так понимаю, что к приезду казаков, казачьих коллективов, про которые Казбек говорил, да? В районный дворец культуры, сейчас дворец культуры, попал снаряд. То есть была огромная дырка в потолке. Тоже это у меня было заснято. Сейчас уже все заделано, ремонтируется входная группа. И начинает это все работать. Уже работает, уже работает. Кадров хватает там, ну не знаю, культурных, учителей, воспитателей детсадов, или будет востребованность в Волгоградской области, есть такая вероятность, что появится там вакансии, и кто-то соберется, переедет туда. Ну, вы знаете, вакансии, точнее, специалистов там хватает, но все равно они, ну, немножко не того уровня, что наши здесь ребята. Поэтому уже программы планируются для того, чтобы они приезжали сюда, в Волгоград, не только на экскурсии, но и для того, чтобы перенимать опыт волгоградских специалистов. Я благодарю всех, кто сегодня нашел время. Сергей, я тебя благодарю особо, потому что, как бы ты ни было, мы тебя с корабля, буквально прям в прямом смысле, на балл. За час мы тебя вытащили к нам в студию. Спасибо, что ты не отказал. Приехал рассказать, как там сейчас происходит. Благодарю вас за ту огромную работу по координации всех, да, организации, координации сбора гуманитарной помощи. Зрители, благодарю за то, что они были с нами. И те, кто хочет оказать какую-то помощь теперь нашему подшефному району Луганской народной республики, есть несколько вариантов. Это можно обратиться к нам на телеканал, и мы обязательно подскажем, куда отправить. Можно обратиться в общежитие Российский народный фронт, Волгоградское региональное отделение. На сайте обязательно будут контакты. Найти личную страницу Романа в социальных сетях. Это я сейчас немножко тебя подставил. В ВКонтакте. И написать, где и как забрать. Либо в Дом дружбы. А груз там встречает наш сегодняшний, наверное, без претензий, главный герой. Я благодарю зрителей телеканала Волгоград-1 за то, что последний час они провели с нами. Оставайтесь на канале. Увидимся ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова